У окон городского совета вырос палаточный городок. Предприниматели успеха переживают, что землю под рынком передадут под строительство высоток и около тысячи семей останутся без рабочего места и без средств к существованию. Митингующие требуют внести авторынок в генплан города. Подробности далее. Мы видим, что мы никому не нужны, кроме самих себя и своих семей. Спальники, десяток палаток и покрышки. Пикет предпринимателя авторынка «Успех» предполагает бессрочную акцию, рассказывает Андрей Головко. Одессит более восьми лет отдал бизнесу на авторынке и теперь переживает, что из-за борьбы за землю останется безработным. Выстроен будет бизнес-центр, помещение будет сдаваться в аренду, кому-то будет капать в карман это все. Естественно, что это будет какому-то одному человеку. Они хотят забрать это место и построить там дома. Я здесь родился в этом городе, я родился в этой стране. Я хочу, чтобы наш город процветал, а не его разворовывали, как это происходит сегодня. Ликвидация рынка давно на слуху. На волнение общественности в Горсовете наконец-то обратили внимание и уверили, предприниматели станут хозяевами своих павильонов и не будут платить аренду кому-то, если заключат с ними прямой договор. Речь о застройке его жилыми домами либо какими-то другими застройками не идет. И договоры прямые с городом, это и есть гарантия предпринимателей того, что там будут торговые места. Срок действия такого договора пять лет. Согласно ему арендная плата составит 35 гривен за один квадратный метр. Впрочем, пока мэрия собирается сотрудничать с предпринимателями временных конструкций. Управление заключает договор только на временные сооружения. Что будет с капитальными сооружениями, я Нью-Йорк-департамент и ответить на это вам не могу. Как стало известно, уже пять предпринимателей заключили договор с мэрией напрямую. Юлия Долганюк, Евгений Очменцев, Думская ТВ.